Заводское шоссе – одна из крупнейших улиц Самары, которая связывает между собой сразу несколько районов города. Название магистраль получила из-за большого количества предприятий, ведущих здесь свою деятельность. Сейчас в промышленной зоне работают около 30 крупных организаций и более 50 компаний малого и среднего бизнеса. Санитарное состояние улицы стало главной темой совещания главы Самары Елены Лапушкиной с руководителями предприятий. У нас заводское шоссе, дорожное полотно отремонтировано, построены новые тротуары. И вот собрались сегодня с руководителем тех предприятий, которые находятся на территории заводского шоссе, проговорили по тем замечаниям, которые выявлены, и, конечно, договорились о совместной работе на этой территории. Потому что только действительно совместно мы можем сделать так, чтобы заводское шоссе радовало не только работников предприятий заводского шоссе, но и тех людей, которые мимо проезжают. Очень надеюсь, что наша договоренность сохранится не на этот период времени, не на эту весну, а на долгое время. В ходе совещания участники обсудили уборку улицы и наметили план работ. Очистить от граффити и объявлений здания и заборы, ликвидировать парковку на газонах, собрать и вывести накопившийся мусор, выполнить ремонт бетонных ограждений. Инициатором встречи стали руководители тех предприятий, которые сами регулярно ведут уборку своих территорий и призывают остальных не отставать. Они убеждены, чем больше предприятий займутся уборкой, тем меньше соседям захочется мусорить возле себя. У нас в субботу, в пятницу начался, в субботу прошел масштабный такой субботник. И вот мы, честно говоря, не дожидаясь, соответственно, и не ссылаясь там, что кому принадлежит, проявили инициативу, встретились с руководством ГСК, сели, собственно, с ними поговорили, и они тоже также приняли участие. Глава города призвала представителей предприятий привести в надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к предприятиям, и пригласила руководителей организовать свои коллективы для участия в весенней уборке города в рамках месячника по благоустройству. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.